здравствуйте дорогие друзья начала я собирать колье и хочу вам показать свою идею это колье я буду собирать из вот таких полосок квадратного жгута как плести квадратный жгут сегодня я показывать не буду потому что уже очень много видео на канале просто оставлю ссылку внизу как плести вот такой квадратный жгут кто не плел никогда пройдите и посмотрите это видео можно для начала учиться прямо плести на мелких бусинах вообще плетется очень просто но вначале может показаться что это такая кропотливая муторная работа на самом деле это не так в общем понадобятся нам вот такие полоски квадратного жгута полоски я шла на убавление плела смотрите здесь вот 19 квадратиков дальше 18 17 16 и 15 и вот таких два комплекта то есть на две стороны а в середине у меня будет вот такой элемент но это тоже очень просто просто надо плести с поворотами вот можно просто круглой плести по длиннее в общем один круг в середине по длиннее пускай можно плести одного размера то есть все вот такие взять например просто для примера говорю тогда просто не будет вот этого вообразного эффекта будет просто прямое колье почему нет тоже можно дальше я буду использовать разные подвески вот у меня есть прозрачные вот такая длинная подвеска можно взять просто бусины между ними есть еще вот поменьше это 6 на 12 по моему ну а это 10 на 20 кажется я уже точно не помню вот в запасах у себя нашла еще взяла вот такие кристаллы но в идеале наверное лучше было бы прозрачные взять но их просто нет вот собирать я все это буду на memory проволоки для колье вот может быть на заднюю часть поставлю силиконовый шнур но теперь я покажу как буду собирать ничего сложного в этом правда нет но пришла такая идея решила попробовать значит берем заготовку прохожу я через первое звено кстати когда будете плести очень аккуратно и сильно нужно зафиксировать вот эти концы я плела на моно нити поэтому очень много раз прошлась здесь происходит такое трение поэтому все может быстро износиться сильно укрепляется вот эти концы хочу сказать значит прохожу в первую вот первое отверстие 1 квадрат получается потом в середине одеваю такой большой элемент потом сюда вот средний элемент у меня будет такой все это я думаю еще получится такое сжатие ну вот это будет в середине можно было наверное покороче сделать его ну-ка я как-то потом только нашла эти элементы не сообразила в общем по размеру подогнать можно между звеньями я буду ставить вот один кристалл я думаю вот дальше беру цепочку которые самые длинные тоже прохожу вот в это отверстие потом одеваю кристалл подвеску и делая круг вот так вот так получится вот где-то вот так получается видите ну вот так пойду так и так буду идти на убавление опять одеваю так вот таким образом так разные отверстия тут поэтому может быть по две вот такие бусинки хорошо бы поставить видите вот такой эффект получается и вот так до конца сначала одну сторону потом друг вот я уже даже собрала смотрите может быть если у вас вот этот овал большой целесообразно ставить по две вот эти мелкие бусины у меня овал небольшой поэтому мне подошло вообще имейте ввиду чтобы вот эти вот завитушки друг на друга не нарезали вот так вот при сжатии это тоже нужно на это обратить внимание может быть сюда лучше поставить было бусины 6 миллиметров тогда может быть хорошо в общем примерять надо все равно и снова смотрите очень красивый кокошник получился бы например если фиксировать на какую-нибудь основу получится такой наряд для принцессы в общем для снежинки может быть вот я уже даже работу закончила здесь и знаете что подумала вместо силиконового шнура наверное лучше красивее было бы сплести шнур из квадратного жгута вот здесь такой же шнур продолжить вот я сейчас смотрю и вижу что вот силиконовый жгут или шнур не сочетается с бисером как-то или это только мне кажется в общем как-то не очень этот шнур ну я вот так вот оформила надела колпачки с двух сторон бусинки вот эти кристальные же здесь образовала вот петельки поставила карабин и удлинитель ну в общем как обычно и получилось такое интересное колье по всякому можно придумать узоры здесь такая вот площадка для творчества давайте примерим на манекен ну вот так смотрится мне кажется неплохо ну можно было конечно еще подумать но такой как бы техники я первый раз собираю колье но мне идея вот это понравилось очень тут всякие варианты можно придумать просто потрясающая идея ну а теперь я с вами прощаюсь всех благодарю за просмотр и всем желаю творческих удачных работ и до следующего видео пока пока